Книголюбы знают, что хорошая литература, да и вообще любая, удовольствие дорогое. Взять того же Пелевина или Акунина, новинки от этих авторов стоят примерно тысячу. Электронный вариант тоже недешев – 400-500 рублей. В библиотеке книги бесплатные, но новинки на стеллажах появятся не скоро. А нефтеюганцы теперь могут читать все, что понравилось. Ни платить, ни ждать не придется. У нас прекрасная новость для наших жителей. Библиотека нефтеюганска теперь в Литрес. Литрес – это огромная электронная библиотека, которая наполнена как электронными книгами, так и аудиокнигами. И у наших читателей теперь появляется возможность выбрать книгу с пылу, с жару. А в электронной библиотеке они появляются раньше, чем на наших полках. Выбор огромен. 300 тысяч электронных и аудиокниг. Популярные нынче чтивы о здоровом питании, нашумевшие исторические бестселлеры, учебная литература и, конечно, художественные. Детективы, мелодрамы, фэнтези, сказки. Но сначала зарегистрироваться в Литрес. Сделать это самостоятельно не получится. Нужно прийти в библиотеку. Читатель должен подойти в библиотеку городскую и сначала зарегистрироваться в городской библиотеке. У нас для этого существует 103 кабинет, где он должен пройти регистрацию. Потом подойти к нам на абонемент и тогда уже зарегистрироваться на Литресе. Он получает доступ, логин и пароль, которые приходят ему на электронную почту. Логином и паролем он заходит в Литрес на своем мобильном устройстве или на компьютере и может уже выбирать себе литературу. Если вы уже являетесь читателем библиотеки, можете сразу пройти на художественный абонемент, где вам выдадут логин и пароль от Литрес. Электронная книга выдается на 10 дней и только один экземпляр в руки. Нефтьюганские библиотекари уверены, что новая услуга будет пользоваться популярностью. В принципе, Литрес находится практически, наверное, в каждой второй библиотеке. Единственный нюанс – это то, что нам нужно заплатить за это для наших читателей бесплатно, но мы, как библиотека, естественно, несем финансовые обязательства перед Литресом. Особенно актуальными электронные возможности стали сейчас в связи с коронавирусом. Напомним, после длительного перерыва библиотека открылась. Но противоэпидемические меры сохраняются. Например, нельзя заходить в читальный зал и самостоятельно выбирать произведение. Это делают сотрудники. Но, по словам библиотекари, никакие ограничения не смогли подорвать любовь нефтеюганцев к живой книге. И читателей за время карантина меньше не стало. Инна Новикова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова